Здравствуйте! Сегодня мы с ребятами представим вам пятый урок из цикла увлекательные уроки сальфеджио онлайн. Занимательные, точнее, ну не важно. Урок проходит в Республиканской гимназии колледжа при Германии государственной академии музыки на подготовительном отделении. Ребята у меня занимаются второй год. Мы уже знакомы с ними по предыдущему уроку. Это Дарина и Коля. Остальные до нас не дошли. Нет, ты уже там и вот занимаешься. Ты раньше не была, но не важно. В общем, ты уже второй год изучаешь сальфеджио. И Даринка тоже. Так, сегодня мы с вами будем писать диктант. Мы будем работать с Баевой-Зебряк, петь номера, и работать в новой тональности в ми-миноре. Так, ну что, давайте сдаваться. Ляскуйте, ребята, растуйте уже недель, как у вас диван, хорошо. Так, немножко распадемся. Тяжелая диктант. Так, немножко... Тяжелая диктант. Тяжелая диктант. Тяжелая диктант. Так, теперь... Хорошо Пожалуйста Животик распрыгает Я тебе такой Хорошо Так, вот и тут Дарина Соля Дарина Коля И вместе Раз, не пять Раз, три Дарина Дарина Ура Дарина Ура Дарина Хорошо. А теперь давайте споем с вами гамму до мажор для того, чтобы настроиться на работу с баевой зебря. Споем с дирижированием. Знаете, ребят, обратила внимание, в прошлом уроке я сказала вам петь гамму с дирижированием, и все дирижировали наоборот. До, ре, ми. Обращаю ваше внимание, мы начинаем с сильной доли. До, сильная доля, ре слабая. Коля, помоги, пожалуйста. Ставьте ручку вверх. И. До, ре, ми, фа, соль, ля. То есть сильная доля показывается рукой вниз. Хорошо? Сейчас мы поем, и вы дирижируете правильно. Пожалуйста. И. До. Коля, вниз рука. И. До. Соль, ре. Соль, ре. Вниз, вниз, вниз. Хорошо, молодцы. Так, ну а теперь открывайте, пожалуйста, вашу баеву зебря. Номер мы сегодня с ребятами проходим 38 и 39. Так, вот, попрошу показать ноты. Так, вот так, да? Значит, ребятки, 38 открыли. Видите, у нас тут, начинаем с какой ноты? Даринка, скажи мне, первая нота какая? Первая нота. Ну? До. И дальше мы двигаемся, давайте порасследим ритмический, ой, мелодический рисунок. Значит, двигаемся вверх. До, ре, ми. Это как называется такое движение, когда мы вверх? Поступенное вверх. Три нотки. Дальше. Снова до, ре, ми. Повторение. Видите, у нас тут два мотива повторяются. До, ре, ми и до, ре, ми. А дальше мы... Небольшой скачок. На какую ступень соль? Это какая ступень? Вот до это первая, ми третья, а соль? Пятая. Пятая. На пятую ступень мы прыгаем и идем куда? Вниз. Вниз тоже. Как называется такое движение, когда на каждую, каждую ноту? Поступенное движение вниз. Так. До, ми, соль. Трезвучие спойте, пожалуйста. До, ми, соль. А теперь давайте поступенное споем вот эту вот попевочку до, ре, ми. До, ре, ми. Где пятая ступень? Соль. И вниз, пожалуйста, поступенно от соль к до. Соль, ла, ми, ре, до. Ну вот, примерно распелись. Теперь давайте еще ритм посмотрим. На та и ту. Тут у нас та и ту. Больше ничего нет. Пожалуйста, давайте прохлопаем его на та и ту. Та по столу, а ту у нас идут ручки от себя. Готовы? Пожалуйста. Та-та-ту. Та-та-ту. Та-та-та-та. Ту-ту. Ну, а теперь мы можем уже потихоньку петь. Да, Ринка, пожалуйста, начни. Да. Можно с дирижированием. Ручка вверх. Раз, два, три. Поем. До, ре, ми, фа. А где фа? Нет, а там фа. Посмотри внимательно в нотке. Там ми длинная. Еще раз. До, ре. Еще раз. До, ре, ми, до. А ми длинная. Видишь, она половинная. Ее нужно на два взмаха. Еще раз. До, ре, ми, да. Дальше. До, ре, ми, до. Ми, просто одна. Ми, ми, а дальше. Сол. И вниз. Сол, по, ре, ре, ло, ло. Хорошо. Коля, а тебе знаешь, какое задание? Спой вот эту же самую миловию, но от ре. Сможешь? Конечно, сможешь. Куда ты денешься? Так, на этих сон тоже на самом деле. Собирая себе. Пожалуйста, пробуй. Ре, ми, фа. Ре, ми, фа. И, внимание, через одну. А, рец. Сол, по, ре, ло, ло, ло. Супер, умничка. Все получилось. Хорошо. Теперь давайте читать слова. Кто читать умеет? Я. Ну, давай. Ну, давайте. Едет, умеет со мной. Едет босс, без колес, едут, едут сани. Второй буклет. Что привез Дед Мороз, догадайтесь сами. А как вы думаете, что привез Дед Мороз? Мне ничего. Как? Нет, так сейчас пока никого ничего. Сейчас у нас не Новый год. Так, в принципе, давайте помечтаем. Что мог привезти Дед Мороз? Даринка, что тебе привез Дед Мороз? Может, пони очередную, нет? Или вот котенок у нас сегодня в гостях. Это Даринке в котенок. И мы все игрушечки, которые привезут, ребята, сажали на пианино. Они у нас в гостях. Вот, у нас средний котенок. Как его зовут? Пушенка. О, отлично. Котенок Пушенка, он очень пушистый. Ну вот, может, какого котенка привез, например? А, Коля, а тебе что? Живого котенка, который живут в дом. Здорово. Ну, хорошо. Ну, потом, вы знаете, мы сейчас с вами следующую мелодию прочитаем. Мы узнаем, что привез Дед Мороз. Так, значит, давайте мы теперь с вами споем эту песню с моим аккомпанементом и с дирижированием. Опять же, сильная доля вниз рука. Раз, два, три. И... Дальше. Дальше. Ну, хорошо, молодцы. С первым номером очень даже неплохо поработали. Ну, а здесь, смотрите, как называется следующая песня? Пожарные едут. О-о-о, а что же ты привез, Дед Мороз? Вдруг петальды. Какой ужас. Так вот, будьте осторожны, если вдруг вы будете когда-то пускать петальды, только со взрослыми, а то потом пожарные будут ехать. Ясно? Так, ну, будем надеяться, что все будет хорошо у нас. Так, давайте смотреть точно так же номер 39. Так, на так, так, тут. Тут у нас, смотрите, в том номере было до, рэми, а здесь, посмотрите, обратно, мир, до, да? Мы начали с третьей ступеньки, мир, до, и снова мир, до. Как они похожи, просто очень. А вот эта фраза, ну, прям вообще такая же, почти. Сой, сой, соль, фа, мир, до. Очень похожи эти два номера, заметили? Только там было вверх, а здесь вниз идет движение. Поэтому мы даже сразу с вами попробуем их спеть. И там вообще почти такое же, да? Давайте пробовать прям сразу спеть. Дорэ, ми, где у нас ми? Пожалуйста, хором поем. И. Ми, ре, до, ми, ре, до. И на соль скачок. Хорошо. Соль, соль, фа, ми, ре, до. Отлично. Так, ну, прям с дирижированием сразу спели, да? Так, ну хорошо. Кто споет мне вот? Фа. Я. Опять Коля. Ну, давай, пожалуйста. Фа, ми, ре, фа, ми, ре. Сейчас туда скачок на целую квинту. Ля, 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 соль, фа, ми, ре, ре, ре. Отлично, хорошо. Ну, давайте теперь почитаем слова и споем ее с аккомпанементом. Перейдем дальше. Значит, тут у нас дили-дон, дили-дон по всей улице трезвон. Так, когда пожарная едет, особенно раньше, то вот колокольчики у нас сирены сейчас развещают о том, что она едет, и все ее пропускают. Да, пожалуйста, с дирижированием ручка вверх. Раз, два, раз. Поем. Дили-дон, дили-дон, по всей улице трезвон. Ну, вот и все. Достаточно простой номер. Хорошо. Так, ну, а теперь закрывайте, пожалуйста, ваши учебники и достаем клавиатуры. Ну, а теперь мы с ребятами поработаем в новой тональности. Тональность будет ми-минор. Мы пока что не знаем, какие знаки у нас ми-миноре, но мы знаем структуру минорной гаммы. Кто помнит структуру минорной гаммы? Тоновую и полутоновую. Тон, полутон, тон, полутон, тон, полутон, тон, тон. Супер. Давайте возьмем ноту ми и нажмем на клавиатуре. Так, можно показать нашу клавиатуру. И давайте смотреть. Между ми и фа у нас что? Тон или полутон? Между ми и фа. Тон. Как? А полутон? Конечно, полутон. А нужен нам... Тон. Что будем делать с фа? Фа диез. Так, возник первый знак. Фа диез. Будем сейчас смотреть. Нужен нам какой-то еще знак. Дальше. От фа диез до соль. Тон или полутон? Тон. Фа диез, соль. Ничего вставить нельзя здесь. Это что? Полутон. Полутон. Значит, получается, нам он и нужен. Ничего не надо дальше. Дальше нам надо два тона. Соль, ля, тон. Соль, ля. Коля, посмотри, вот соль, ля, черная есть? Если черная есть, это целый тон. Черненькая есть, это целый тон. Нам он и нужен. Дальше. Ля, си. Есть. Целый тон или полутон? Целый. Значит, так и надо. Хорошо. Дальше нам нужен полутон. Си до. Целый тон или полутон? Полутон. Даринка, си до. Полутон. Полутон он нам и нужен. Хорошо. До, ря, Даринка. Целый тон. Отлично. И реми? Реми целый тон. Все, нам больше никакой знак не понадобился. Какой знак у нас появился при ключе? Фа диез. Только фа диез. Теперь давайте вспомним, что такое параллельные тональности и найдем параллельную для ми минора. И можно было еще и таким способом найти, что у нас фа диез при ключе. Так, параллельная ми минору какая будет? Как нам ее найти? На что? Выше фа диез. Что? Какой соль диез? Соль мажор, наверное, ты хотела сказать, да? Значит, нам нужно от ми пойти куда? Мажор выше или минор параллельный? Мажор. Мажор. Ближе к солнышку светлее. Насколько от ми нам нужно подняться? Молодец. Да, давайте от ми найдем малую декцию, ми через нотку что будет? Соль. Соль. И получился, значит, на соль кто? Соль мажор. Соль мажор. Давайте вспомним эту гаву, споем. Какой был знак в соль мажоре. Соль мажор. Соль мажор. Соль мажор. Соль мажор. Три вида минора есть. Старина? Три. Три вида минора. Первый, как называется? Первый. Первый, давайте самый приводный, естественный, натуральный. Конечно. Споем, пожалуйста, от ми натуральный минор. С дирижированием правильным, да, пожалуйста. Сильная доля. Слабая. Сильная. Поем. Сильная. 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 И вниз. И среживание. Вниз рука. Крутие. И вниз. И вниз. Гаринка, думай у меня. Ты сейчас ходишь в последние уроки, очень даже мне нравится, как ты работаешь. Молодец. Коля, пожалуйста, какой третий вид? Мелодический. Там получается ступень шестая и седьмая. Так, ну давай. А вниз? А вниз они отменяются. А почему? Потому что вниз натуральный. Потому что натуральный. А зачем он? Ну, чтобы мелодический лист не вестел. Он звучит как мажор, а дальше нам надо третий, а низкий. Поэтому мы отменяем все. Коль, пойдем, пожалуйста. Движивание. И. Мелодический. Ага. Что он добыл? Да, еще раз. Мелодический. 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 Тоническая актриса звучит вверх. Кто хочет спеть? Ми. Три звучит через... Что он напоел? Через нотку, да? Три устойчивые ступени. Коля. Ми. Соси. Даринка, пятую ступень. Спой, пожалуйста. Сделай ее опивание снизу вверх. А, умничка моя. Так, Коля, нижний водный звук. Радиес. 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 Так, давайте еще раз дарим, чтобы чуть громче слышать. Радиес. Радиес. Коля, ты тоже поем. Вместе еще. Радиес. 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 Хорошо, молодец. Ну, а теперь мы с вами готовимся к написанию диктально. Пожалуйста, откройте ваши тетрадочки. Вы уже расчертили 8 трактов, 2 строчки, фа диас поставили на обеих строчках и размер у нас 2 четверти. В диктанте споем еще раз с вами основные мелодические модели, которые в диктанте будут. Поэтому то, что мы поем в расцветке, мы всегда запоминаем очень хорошо. Пожалуйста, споем. Пожалуйста, тоническое беззвучие. Хорошо. А теперь сделайте такую фигуру интересную. От Си поступи на 3 ноты вниз, а потом вернулись назад, наверх. Получим такое украшение. Пожалуйста. И назад. Так, стоп, еще раз. Даринка запомнила? А теперь давайте поступенно от Си, от пятой ступени вниз, аж до седьмой повышенной. Аж до ре диас. Поем поступенно вниз. Все, запоминаем, что поем. Теперь тоническое беззвучие вверх, но только развернутое. То есть мы еще что добавляем вверху? Вот мы спели беззвучие? Поем. И еще наверху? Да, еще раз. Это называется развернутое тоническое беззвучие. Теперь от верхней ми поступенно пять нот вниз. Вниз пять поступенно. Ре. Хорошо. А теперь верхний тетра-код, верхние четыре ноты гаммы, верх мелодический вид. От пятой ступени начинаем. Мелодический вид. Смелья, один из, смелья, сми, смелья, сми, смелья, сми. И оптава вниз. И, мель, мель. Ну вот примерно мы с вами мелодические модели разобрали. Теперь к ритмическим обратимся. Даринка, я тебе советую сегодня написать ритмический рисунок. Хорошо? Если нотки получатся, супер. Можешь писать. А Коля будет писать все. Так, ну а вы тоже старайтесь писать все, ребята. Я потом еще отдельно выложу урок по этому диктанту. Это будет у нас 27-й диктанк. Наверное, ну, скоро выложу. В общем, увидите его. Можно будет посмотреть отдельно. Ну, а сейчас мы покажем, как мы с ребятами на уроке. Так, ребят, я сейчас вам поиграю разные ритмические модели. Вы продирижируйте и скажете, что это получилось у нас. Итак, слушайте. Это что за ритмическая модель? Ти-ти-ти-ти-ти-ти. То есть 4 восьмых такти, 2 подшляпы. Ти-ти-ти-ти-ти. По 2 ноты на 1 знак. Давайте сейчас смотрите. Даринка, что это такое? Посмотри, пожалуйста, как я дирижирую. На 1-й знак сколько было нот? 4. И потом 1. Сколько? Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Только не ти-ти-ти-ти, а если их 4, они кто? Ти-ри-ти. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А тири-ти-ти-ти это 16-е, да? Под двумя шляпками 4 длительности пишутся, 4 нотки. Помнишь? Под двумя шляпками. Хорошо. Следующее. Коля, тебе ритмический фон. Что это? Четверсочка и восьмая. Так, хорошо. На весь такт этот модель идет. И такое. Даринка, что это у нас? Смотри. Даринка. То есть две восьми четверти. И последняя. Ой, почему не ти-ти? По одному запонуете на знак. Та-та. Это две таких будут? Две четвертые. Итак, я играю диктант. Слушаем, с чего мы начали. Повторный вариант строения. То есть вторая строчка также начинается, как первая, или нет. И чем закончили, можете последний такт написать. Готовы? Слушаем. И слез, и слез, и слез, и слез. Вчебные настройки. Вот и вторая строчка. Последний такт. Сколько нот в последнем такте, Даринка? Итак, что у нас в последнем такте? Сколько там нот было, Даринка? В последнем такте. Сколько? Одна, две, три. Сколько? Две. Две. Хорошо, точно. А какие они по длительности одинаковые были или нет? Да, то есть какие они получились? Та-та. Та-та. То есть две четвертые. Хорошо. А ноты, может быть, знаешь еще? Сверху какая нота была? Точно, а снизу? Точно. Значит, все, пишем последний такт. Ми-ми. А с чего мы начали? Внимание, слушаем. Такие качели получаются. Но, Коль, ты знаешь, с чего мы начали? Ми-соль, ми-соль. Да, как будто мы начинаем строить трезвучие, но не сразу у нас получается. Мы вот начали, не получилось. И еще раз начали, а потом уже настроили его. И вот последняя нота трезвучия идет уже во второй такт. Ми-соль, ми-соль, си во втором такте. Можете так и писать. Ми-соль, ми-соль, си. А длительность, Коля? Пишите. Значит, да, ти-ти-ти. Это у нас первый такт. И помните, я бы спрашивала еще, повторного или строения? Вот первый такт. А вот пятый такт. Я не повторю. Не повторю, но вы немножко похожи. Но там что в пятом такте? Развел на трезвучие. Точно, развел на трезвучие. То есть, мы еще ми-соль, ми-соль, си. Что? Ми-соль, си. Отлично. Играю еще раз. За мной пытаемся написать, сколько нот. Да, Наринка, например, ритм, чтобы услышать. Пишем прямо. Вот я играю, и ты сверху такта, вот так вот берешь карандашиком, и прямо вот когда слышишь нотку, пишешь такую палочку. Вы пытаешься успеть, да? Значит, и так вот переходим из такта. в том, чтобы узнать количество нот. Играем. Ой, слушай, слушай, я играю. Слушай. Следующий такт. И вторая строчка. Так, удалось что-то записать вам? Да. Хорошо. Мне четыре такта. Тоже четыре такта написала? Да. Молодец. Так, хорошо. Что еще вам сказать? Есть ли тут у нас шестнадцатые? Да, во втором такте. Во втором есть, да? Да, Инна, у тебя есть вторая строчка? А еще у меня у нас есть во втором такте второй строчки, да? У нас вот в таком плане, в ритмическом плане очень похожи строчки. Вот первые два такта прям очень. Первый и второй очень похожи на пятый и шестой, точнее, наоборот. Пятый и шестой, на первый и второй. Так, играем из дирижирования. Слушай, записываем за мной. Слушай, записываем за мной. Так, давайте мы с вами попробуем запомнить первые два такта. Вот я сейчас сыграю. Да, Инна, ты можешь повторить на лё-лю-лю эту мелодию? Попробуй. Отлично. А если в ноты перевести все это, можешь попробовать? И дальше что? Молодец. Какая? Что это за нота такая? И, соль, си. Да, а вот послушай вот эту мелодию, си. Ну да, сначала идем. И куда идем? Вниз или вверх? Си. Вот можно главиатуру смотреть и играть себе быстрее на си. Куда идем? Куда, куда, куда? Си. Ну-ну-ну. Си. И назад. Вот, молодец. Напиши эти ноты. Первый, второй, так. Миска, мина. Давай, молодец, ты хорошо. Я рада. Ты у меня слухаешь. Миска, миска, си, си, си. Так. Играю еще раз. Слушай. Что дальше? Куда идет мелодия? Все время. Куда? Смотри, куда идет мелодия? Вниз или вверх? Вниз. Вниз идет, конечно, да. От какой ноты? Вот си была, а я что? Ля. И вниз сколько нот? Раз. Два. А потом еще раз, два, три. И все, мы закончили первую строчку. Две нотки. Ты знаки расставил, дорогой? Проверь. Где-нибудь гармонический или мелодический минор обнаружил? Нет. А, вот смотри, внимательно слушай. Вот это, конечно, можно написать. Нужно еще знаки. Так, играю сначала. Так, Даринка, ты написала еще вот эти ноты, вот эти вниз, 2 и 3 потом. Вот в третьем такте 2 и в четвертом такте. Дальше у нас, как мы говорили, раздорно-профоническое трезвучие с этой же нотки 6 такт. И куда мы идем, Даринка, в шестом танце? Ни с или вверх. Ну, всего лишь 2 такта. Те только что один издавался. То есть 2 знака. А, 2 знака? Неа, 3. Так, ищи, ищи. Так, Ни с или вверх. Так, Ни с или вверх скажем, вот у нас ми и куда мы идем? Ни с или вверх. Спой сама. Так, куда идем, ни с или вверх? Ну, говори, вверх. Туда идем или вниз? Вниз. Ага, если Коля не будет подсказывать. Да, вниз действительно, 5 ноток у нас вниз. И потом назад. Так, ну что, Коль, если я еще раз сыграю, то мне уже сдашь диктант? У меня только один знак пустой. Ну, в общем, смотри, где у нас тут знаки могут быть вообще в принципе. Там, где нота какая? У меня, у меня в четвертом такте и в шестом, о, то есть в седьмом. В седьмом, один зимом, да? Да. То есть гармонический вид. Вот сейчас я тебя сыграю. Восточная музыка у нас, восточная музыка. Или не восточная, а очень такая естественная, стремящаяся к ми. Си, до, дес. О, молодец. Там какой вид минора? Ээээ. Чтобы и до, дес? Милотический. Милотический, конечно. Все, нашел. Так, играю. Слушаем. Так, ну что, мы писали? Значит, если мы, у нас уже время заканчивается, поэтому мы не будем дописывать до конца. А я выложу потом видео-курок по диктанту двадцать седьмому. И все, скотчка, писать так. Все могут посмотреть его и дописать наш диктант. А я сейчас посмотрю и сыграю, что нам Коля написал. Да, можно, да? Позже. Ну, смотри. Играю то, что ты написал. И слушаем. Похоже было? Было похоже, но были небольшие неточности. Вот здесь зачем тебе тут два диета? Он тут не нужен. А вот тут, смотри, ритм. Ритм, да? Так, ну, Коля у нас исправит. А так вообще молодец, почти практически все правильно написал. Так, ну, ребятки, диктант мы напишем с вами дома, а сейчас уже будем прощать. До свидания, ребята. До свидания, учитель. Без учитель, просто до свидания. Да. Приходите еще. Ну, обязательно. Коля у меня что, не поет про обязательно. Коля исправил ошибку? До диез. До диез. Все, не нужно нам тут, не нужен. Так, ну все, спасибо большое. До свидания.